Как только индюки сбежали, пару раз покусились на Сашенькин виноград, умели мою гряду с луком, сломали куст смородины молодой, осталось две веточки из шести. Саша сделал вот такую дверку, очень удобно, я в восторге. Почти так же сильно, как была от съеденной гряды лука, в таком же восторге примерно, по уровню восторга, не по его направленности. Вот крючочек такой, хоп, опускается, и все, и дверька фиксируется, отлично, и не вылетит, а сюда уже даже их попа не пролезет, если они запрыгнут, но не знаю. Вот что теперь представляет из себя моя гряда лука. Пару-тройку силуэтов этих тушек, лежащих на гряде. Попытались, видимо, съесть, вытащить, и выдернули вместе с луковицами некоторые лучины. Вчера вечером все это не сделали, я уже до сегодняшнего утра оставила к ней шевелять. Сейчас будем пытаться останавливать, поднимать его, что уже не как-то обрывать, вытаскивать. Вот, ну все, теперь они зарядились, видимо, витаминами на все лето. Могли зарядиться бы не только витаминами, а еще кое-чем тоже по шее получить, изрядно, тоже на все лето. Но сегодня я уже отошла, а вчера мне было некогда, так что в конце концов, что? Вот тебе профилактика вышла от паразитов, бактерий и вирусов. Отлично. Может быть, для них отдельно придется сажать в будущем. Так, 13 июня. Вот это мой азимый чеснок. Две грядочки. Вот это чеснок, рокомболь. У него шире листья, они как-то больше висят. Нет стрелок еще. Азимый чеснок уже стрелочки. Когда стрелка в таком состоянии, вот она, или вот в таком, вот начала уже сгибаться, я их еще не обламываю, не вытаскиваю. Стрелка должна сделать колечко. То есть, что это значит? Вот стрелочка идет, видите, пол кольца. Вот как только она вот так вот изогнется, все, я их буду выламывать. Я не вытаскиваю стрелки, потому что из-за этого падает основной стебель чеснока. Я их выламываю. Выламывать их достаточно легко, просто сгибаешь и все. Вот сейчас одну. Вот, смотрите, стрелочка. Вот она уже колечком почти, видите? Вот ее я могу вам показать просто как щелк и все. Вот и выломала. Получилась вот такая стрелочка. Ее я порежу на маленькие кусочки, или заморожу, или пожарю с утра с яичком. Они очень вкусные. Вот такой чеснок. Еще что хотела сказать, что мульчировала я этот чеснок еще до посадки осенью. Здесь кучища травы и листьев сухих, которые превратились вот в такую твердую корку, как бы, да? Ну, кажется так нам на взгляд. Вот, если мы ее поковыряем, там уже начнется земля, потому что эта корка вся уже подсохла. Чеснок пробивает очень хорошо любую мульчу, даже самую серьезную. Вот, чеснок я в этом году еще не полола, потому что сорняки, пока чеснок небольшой, пробиться не могут, потому как у них мульча их сдерживает, а чеснок пробивается легко. А сорнякам все-таки сложновато пробиться, поэтому они уже потом, он в увядающем таком состоянии, бывает и пробивается, но это совершенно уже чесноку не важно, потому что он большой. Сажаю я по две улунку. Вот здесь сажала чесноковинку из нового семенного материала, вот она более зеленый ствол и более тонкий. И чесноковинку из старого семенного материала, то есть просто обычный зубочек от азимого чеснока. Выбираю сюда самые крупные чесноки азимые, я это показывала, в общем. И вот везде практически вы увидите толстый ствол и тонкий, толстый и тонкий. Вот так. Видите, толстый и тонкий. В два яруса. У меня получается в этой гряде по площади посажено столько же, сколько в один ярус люди сажают на двух грядках. Меньше мульчировать, меньше поливать, меньше ухаживать. Земли им предостаточно и хватает. И вот даже в такую страшную жару, как у нас тут стояло неделю, 30-35 градусов, в общем, я считаю, что он выглядит очень даже неплохо. Мульча позволяет сохранить влагу весеннюю в земле достаточно долго. И сейчас еще два месяца вот ему расти, и я думаю, что будет у нас неплохой чесночок. Вот вторая грядка, в принципе, та же самая. А лист карамболя, видите, сразу отличается. Он отличается, прям по нему видно. Он тоже азимый посажен. У него потолще получается стрелка. Вот сравните с моим пальцем. В общем, потолще моего пальца будет. Вот. И листочки у него такие длинненькие. Ну, посмотрим, что из него вырастет. Карамболь я сажаю второй год, поэтому я не очень уверена в результатах, будет ли он у меня такой же, какую головку мне прислали, очень солидную, приличную. И, кстати, по обновлению семенного материала, вот здесь посеянные бульбочки от зимого чеснока, они посеяны под зиму, имеют вот такие, видите, тоненькие пёрышки. Вот. Их я буду выкапывать чуть раньше, как только они все пожелтеют полностью, я буду выкапывать эти маленькие головки. Вот они есть совсем маленькие, тоненькие, а есть очень даже приличные. Вот эти приличные как раз и пойдут на посадку. До следующего года и под зиму это будут однозубочки. Вот они, небольшой сорнячок, выдерем сейчас, да? Вот так. Но здесь гряды не полностью, здесь еще лук посажен. Этот лук на еду. Это вот тонкие пёрышки, семейный лук. Очень хорошо озимый чеснок используют в консервациях, он как раз ранен, в начале августа он уже будет полностью готов. Как раз вот тебе и лечо, и перцы, и томаты, и все дела. И чеснок всегда нужен. Любую аджику делать без чеснока нельзя. Ой, ну хотелось бы вот, чтобы без лука не остаться, но ничего. У нас еще есть лук. Вот здесь у Саши давно уже настой золы сделан, которым мы пользуемся. Вот мы делаем такую двухсотлитровую бочку, и им пользуемся этим настоем. Вот он так выглядит практически, как вода, чуть желтоватого цвета. Значит, что я делаю? Вот из той бочки, синий, накрытый целлофаном, я возьму травяной настой. Мы немножко подкормим наш лук, пострадавший от индючков. Так, золы немножко добавим в воду, буквально, не знаю, 2 литра, по литру где-то на ведро. Вот я 4 ведра возьму, ну, 2 лейки, соответственно, по 10 литров, и 2 ведра. И их, в принципе, я разолью на всю гряду. Больше у меня воды особо нету, тоже поливать его. Хотя луку, конечно, это очень нужно. И сейчас я покажу настой. Так как вся земля у меня удобрена пометом, компостом из помета или пометом уже отлежалым, поэтому я помет в воду не добавляю. Если у вас не такая ситуация, то добавляйте, пожалуйста. Вот эта вот вещь получается. Это настой травяной. Здесь всего лишь один бак травы в своей косилке. Но смысл в другом. Смысл в том, что здесь пачка 100-граммовая дрожжей, которая на 3 литра была сначала теплой водой разведена, и полстакана сахара побродила один день, и вылита была в эту бочку с водой. 200-литровая бочка пластиковая. Выливаю я туда эти 3 литра уже дрожжей, и один бак своей травы в своей косилке. Ну сколько, я не знаю, как это объяснить. Но, наверное, если сбить как следует, то и одна четверть бочки не получится. Вообще кладу траву чаще, по идее. Больше, точнее, в объеме. Но я этого не делаю. Объясню почему. Потому что мне не нужна вот эта вот жижа, мне нужна вода. И потому что я этим поливаю все лето, в общем. У меня даже не профилактический полив, а всегда я добавляю вот такую вот штуку в свой полив теплицы. И всего остального, как видите. То есть все, что я хочу подкормить, полить, я беру вот такой вот ковш, и у меня вот он на ведро получается 2 литра, наверное, да? Здесь 2,5, может быть. На ведро и подкармливаю. Все, что у меня растет, я использую вот такой момент. Я практически не пользуюсь поливом просто из шланга. Я поливаю все руками. Потому что вода из шланга, понимаете, да ее сложно сделать с какой-то подкормкой. А вот так руками, ведрами. Вот эти ведра набираю, они нагреваются, и бочки нагретые у меня стоят. И, в общем, этим я и поливаю. Все свои культуры, особенно те, которые требуют подкормки. А вот у меня зрители, видите? Кинотеатр просто какой-то. Милые мои. Конечно, вы скажете, что 4 ведра на эту грядку, это очень мало. Я с вами абсолютно согласна, этого мало. Но для того, чтобы рационально использовать эту влагу, я замульчирую землю, и тем самым мульчой буду стараться поднять то, что они мне утоптали тут все. Потому что укладываться моему луковому перу, конечно же, еще нет срока. А где я возьму мульчу? Я ее накошу. Кто-то спрашивал, зачем коса в яблоне торчит. Вот вам по секрету рассказываю, значит. У меня Саша. Перед забоем птицы. Одевает белый балахон, берет косу и заходит в курятник к бролерам. 12 часов ночи. И пугает их с этой косой. Вот для этого ему нужна эта коса. Чтобы сообщить птице, что вот она идет. Очень умный вопрос. Зачем нам коса? Да просто так мы развлекаемся. Вот так примерно это будет выглядеть. Когда я закончу, будет уже темно, снять я, в основном, не смогу. Вот так я буду поднимать перо. И обрывать то, что уже не подлежит восстановлению. Ну, кстати, не такие большие потери. В общем, я думаю, что все будет хорошо, и он встанет, этот лук. Вот таким образом. Слой мульчи где-то у меня 5-7 сантиметров. Ну, сколько хватит. Но я думаю, что я постараюсь побольше завалить, чтобы больше к этому луку за все летнее время больше не возвращаться. Я убираю мульчу за неделю до уборки лука, чтобы луковица видела солнце. Все. И больше делать с ним ничего не буду. Я лентяйка. Я из чесноком ничего не делаю. Осенью посадила, забыла. И сейчас последняя манипуляция с луком. Чуть-чуть попрыгаем. И думаю, все будет хорошо. Ну, все. Всего доброго. Спасибо вам за поддержку нашего канала, за то, что вы смотрите рекламу. Не переключайте. Нам приятно быть вам полезными. Вышла вот такая гряда. Не знаю, понятно, непонятно, где гряда, где нет. Вот так я попыталась восстановить. Вот эти перья, все, они уже оторваны безвозвратно. Вот, видите, ну, так немножко приподнять. Трава еще осядет свежая. Но дело в том, что мне ее не хватило. То, что я сейчас накосила, мне нужно было еще. И я взяла с кучи, которую мне Сашка накосил еще два дня назад. Горячая трава для теплицы. Теплицу я не мульчирую горячей травой. Так получилось, что я приболела, и я не смогла траву использовать сразу. И она стала горячей мульчой. Я хочу вам показать, что такое горячая мульча. Вот то, что вы видите, серая, это вот я использовала ее. Ее надо аккуратно использовать. Сейчас объясню, почему. Вот эта маленькая кучка была в три раза больше, если не больше, чем в три раза больше. Вот с этой стороны я забрала уже ее. Видите, там такое зольное уже, в общем, не гниение, а зольное, такой налет на траве. Вот, сейчас я вам покажу. Я врубила сюда термометр. Сейчас он нам покажет температурку. Наверное, покажет. Саша дал мне термометр. Нормально? Вот понимаете, сколько там градусов? Вот, заработала. Это я, да, рукожопа? Так, хорошо, не снижай. Погоди, вот так мы тебя воткнем и посмотрим, сколько на тебе будет. Ну, что это такое-то? Опять он ничего не показывает мне. 50 до 50, что ли, а тут выше? Объясните мне. Вот она полежала два дня, просто скошенная трава из моей косилки, порезанная. И я всунула туда градусник, чтобы понять, сколько там чего. Сейчас мы с вами посмотрим. Наверное. О, отлично. 63 градуса. Еще немножко растет, что ли? Ну, посмотрим. Вот такой мульчой. Можно закладывать перцы и баклажаны, которые у вас на улице. Вы кладете толстым слоем, и он будет у вас греть их. Огурцы очень любят. Только не кладите к стеблю. То есть, всему, всем советам нужен подход с головой. Поймите, правильно? Все не успеешь, не предскажешь, не предугадаешь. Люди потом укладывают горячую мульчу, и у них сгорает просто полностью ствол растения. 63 градуса. Должны сами понимать, да, что такая вещь, когда начинает гореть, она может и вред принести. Но когда она начинает гореть в нужном направлении, в нужном месте, с правильным подходом, то это очень полезное удобрение, которое будет греть ваши корни и ночью, и защищать от потери влаги днем. Короче, цены нет такому удобрению. Закладывая еще такую мульчу, вы, по идее, избавляетесь от необходимости полоть, потому что сорняки через нее не пробиваются. Эта трава должна быть достаточно толстым, плотным слоем, больше 10 сантиметров. Тогда она будет гореть сама. Либо раскладывать вот такую уже горячую, и она будет по наитию, так скажем, продолжать гореть. Вот 64,2. Ну ладно, больше я не меряю. Короче, если рукой дотрагиваться до нее, это реально горячо. Ну, вы чувствуете тепло. О, с такой температурой курицу ошпарить можно. Короче, курицу перед ощупь можно закидать горячей травой. Температура правильная. Ну все, всего вам доброго. Смотрите. 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 Продолжение следует...